Ты посмотри, сначала давали подъемные тем, кто заключит контракт с Министерством обороны России, 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей – это были огромные деньги для Бурятии, Дагестана и так далее, для Якутии. Ну хорошо, что такое 200 тысяч? У меня к тебе просьба, посмотри, пожалуйста, там 90 курсов, прямо сейчас посмотри, ради интереса. Курс рубля к доллару. Сейчас мы с вами поговорим предметно, это будет прекрасный разговор, чтобы наши зрители понимали, что происходит реально. Это очень важно для понимания ситуации. Это я тоже учитываю в своем анализе. Далец, курс рубля к доллару? 89. Ну 90. Ну вот теперь смотри, пожалуйста, 200 тысяч раздели на 90. Сейчас ты у нас поработаешь математиком. Ты хочешь сколько посчитать? Я просто сразу вобью, у меня тут калькулятора нет. Нет калькулятора? Минутку. Нет, ты скажи, сколько ты хочешь? Минутку. Рублей. У меня все четко, смотри. Сколько, 17 миллионов? Не надо, уже не надо. 17 миллионов – это 191 тысяча? 2222 доллара. Значит, когда пошла жара и надо было привлечь людей, платили подъемные за заключение контракта. Это единоразовая выплата – 2220 долларов. Запомним эту цифру. Месяц назад из Санкт-Петербурга пришли новости, что в Санкт-Петербурге платят за заключение контракта 15 миллионов. Было 2 миллиона, извини, не 200 тысяч, 2 миллиона. 15 миллионов. 15 миллионов. Делим на 90. Нет, не 15 миллионов, полтора миллиона, извини. Полтора миллиона. Делим на 90, получаем… Да, было 200 тысяч, правильно, а сейчас полтора миллиона. Получаем 16666 долларов. Какая цифра перед этим была? Две с чем-то, 2300, 2200. В 8 раз практически увеличили. В 8 раз. А вчера в Москве официально 17 миллионов. В делю 17 миллионов. Какие? Ну не миллионов, Дим. Ну что ты говоришь? Извини, миллион 700. Миллион 700. Миллион 700 делю на 90. 18,88. 19 тысяч долларов почти. 19 тысяч они платят за то, чтобы человек пришел, заключил контракт. Ты понимаешь, что происходит? Это значит, что идиотов уже мало. И что Путину дальше делать? Во-первых, это огромные деньги. Ну ты меня извини, двадцатка зелени. Единовременных выплат. Ну, наверное, большее количество людей начало понимать, что это стоимость жизни за смерть. Смотри, да. Идиотов поубивали, самых дремучих. Остальные задумались. И ты же не забывай, когда за 10 лет вторжение вмешательства СССР в Афганистан, за 10 лет, было убито 13 тысяч человек. Слышишь, 13 тысяч за 10 лет. И то спроси любого моего ровесника. Чего боялись все мальчики и их родители, что их отправят в Афганистан? Потому что мы видели, гробы приходят. Ну, приходили гробы, похороны были. Коллеги возвращались без ног, без рук из Афганистана. Все боялись Афганистана. Так это 13 тысяч за 10 лет. Так это Советский Союз, 250 миллионов человек населения. А тут 140 миллионов. За два с половиной года более 500 тысяч. Ты понимаешь, о чем я говорю? Это значит, это математика. Я люблю математику. Математика очень точная наука. Это значит, что гробы уже и тут, и там. И кладбища переполнены. И до людей начинает доходить. Ну, хорошо, два с половиной миллиона. До два с половиной года идет война. А что в результате отвоевано? А где же Украина покоренная? А что Киев не наш, который за три дня планировали? Значит, что-то идет не так. Хотя это чучело говорит все по плану. Ну, какой же план? Убивает людей вокруг. И они уже в Москве миллион семьсот выставляют. Девятнадцать тысяч долларов. Теперь смотри. У него дилемма. Или и дальше платить по девятнадцать тысяч долларов. Так это сейчас. А завтра надо будет 25, платить 30. Желающих-то все меньше и меньше. Или... Да можно погнать их просто прямым словом. Внимание или объявлять мобилизацию. Но объявление мобилизации для него – это хреновая история. Комитет государственной безопасности Советского Союза, плотью от плоти, которой является Путин и все руководство России, вот просто тупо все. Там, чтобы не КГБист или не родственник КГБиста, такого не бывает. Даже если Мишустин не КГБист, то его папа – генерал КГБ. Там все, система четко работает. Россия правит КГБ и ФСБ. Чтобы не было иллюзий. Так вот, я все-таки общался со многими историками, и документы много видел, и со многими руководителями КГБ и СССР общался. И они всегда говорили, что они дули на воду, чтобы, не дай бог, они превентивно работали. Они профилактикой занимались, чтобы, не дай бог, не было беспорядков каких-то, чтобы, не дай бог, не было предпосылок к массовым беспорядкам. Это было святое дело. Они учли уроки восстаний. Новочеркасского восстания, Тбилисского восстания, много чего было. Они учитывали это все. Они хотели чего? Спокойствия. Эта закостеневшая система советская хотела спокойствия, чтобы ничего не бурлило. И поэтому превентивно выдергивали диссидентов в лагеря тут же, чтобы не было даже дуновения этого ветра плохого. Поэтому Путин очень боится мобилизации. Предыдущая мобилизация, которая была осенью 1922 года, ему не понравилось, как она проходила. Она вызвала много проблем. Даже в Дагестане мы помним бунты женщин. Так это было тогда, а сейчас попробуй проведи мобилизацию. Да начнется черти что. Он этого боится, крайне боится. Поэтому тоже дилемма. Ну, плюс вооружение же, извини, с вооружениями проблема. Танков нет, БТРов нет. Они, что эти орки на мотоциклах и мопедах ездят? И на велосипедах? И ездить не на чем. Вот это все суммарно, оно подталкивает его искать мира. Потому что он понимает главное. Что, отказался он от своих планов покорить Украину? Да никогда. Его главная цель – капитуляция Украины. Других целей у него нет. Он спит и видит, как он будет входить в Киев во главе парада своих войск. И он от этого не отказался. Никто не уверит меня и не переубедит меня, что Путин не хочет завоевания Украины. Хочет капитуляции Украины. Хочет по-прежнему. Но он понимает, сил нет. Ну что, они угробили сколько народу, заняли там Бахмут или Авдеевку. Ну что это меняет в карте войны? Есть же карта. Вот Украина, огромная страна. Ну заняли они за последний месяц село Урожайное, ДНР так называемое. Охереть какая победа. Угробили кучу средств, сил, людей, село Урожайное. Где результаты? Ну ваше СВО идет уже два с половиной года. Вы нанесли огромный ущерб. Я не говорю об Украине сейчас. России вы нанесли огромный ущерб. Вы отбросили эту страну долбанную. На десятилетия назад. Миллион человек выехал. Это что, барыги какие-то выехали? Ну немножко барыг тоже. Но это же лучшие люди уехали. Те, кто головой работает, руками. Они поняли все. Они умнее остальных. Я остальным говорю. У кого профессия, специальность, у кого что-то есть. Мотайте оттуда. Там никогда не было хорошо. И никогда не будет хорошо. Эпизодически, да, были жирные нулевые. И то в Москве. Но это все не повторится больше. Это закончилось. На этой территории никогда хорошо не будет. Поэтому всем, говорю русским, которые да просто хотят хорошей жизни для своих детей, для себя и для своих детей, уезжайте. Мир широкий. Потом границы вам закроют. И уехать нельзя будет. Ну глупые. Ну не верите, не надо. Вот тот миллион, что уехал, он уже счастлив. Потому что он вырвался из ада. Поэтому у Путина еще целый ряд проблем. Целый-целый ряд. И поэтому он так хочет мира. Чтобы никто не обольщался. Что он вдруг воспылал миролюбием. И когда Лукашенко начинает говорить в присутствии своих генералов военных о том, что надо договариваться с Украиной. Надо договариваться. Надо садиться за стол. Это опять-таки, это как Орбан. Это говорит не Лукашенко. Сразу вместо фамилии его надо ставить Лукашенко. Надо ставить фамилию Путин. Это Путин говорит устами Орбана. Это Путин говорит устами Лукашенко. И это Путин говорит устами этого негодяя Медведева, когда говорит всех украинцам надо убивать. Посмотри его сегодняшний пост Медведева. Ну он цитирует Константина Симонова. Но Константин Симонова немцем говорил так во время Второй мировой войны. Он цитирует его, надо убивать украинцев, никакого помилования, никакой жалости, ничего. Это охереть вообще. Этот человек, это мурло вонючее, его человеком назвать нельзя, это подонок. Он был президентом России, он был премьер-министром России долго. Мне говорят, да он спился, ничего себе спился, его же никто не отдергивает в России. Значит, это воспринимают нормально. Но опять-таки, это не Медведев пишет, это пишет Путин. Это тоже маневр такой, смотрите, мы без красных линий. Да, мы сумасшедшие, да, мы будем так делать. Это он еще и запугать нас хочет, но не удастся. Муж Скобеевой, Попов, мультики показывал сейчас. Он не Попов, он Скобеев. Да, на главном канале, как Россия будет ядерный пепел превращать. И это не муж Скобеевой. Я всегда говорил, Скобеева мужчина, а Попов это женщина, поэтому это надо говорить жена Скобеевой. Так, что она говорит? У нас Скобеева и Попов. Скобеев. Да. Дефис. Показывал мультики, как Россия будет превращать ядерный пепел в столице европейских государств, в том числе Великобритании. Вот как это все там будет лететь, они уничтожать цивилизацию будут. Понятно, что это выглядит как конвульсии, но смотри, вот то, о чем ты говоришь, ну так у меня сразу рождается, знаешь, продолжение логичное. Ну неужели же Запад этого не понимает? Ну, конечно, понимают. Неужели вся информация есть? Разведки, все это донесения. Смотри, Алиса, я тебе отвечу. Подожди, подожди, Дим, что сейчас дайте Украине достаточное количество оружия. Не надо пока вот то, о чем запугивал вице-президент при Трампе, да, Бен, своих избирателей, что будут американские солдаты. В том-то и дело. Чтобы не поехали американские солдаты, когда действительно Путин захочет бомбы уже в НАТО бросить в страны. Для этого сейчас дайте Украине все оружие. И руками Украины разрушьте этот режим преступный, этот ужас. Все. Чтобы Украина пришла и отвоевала свои территории. Чтобы там с Путиным разобрались. Ну что такое? Ну, и тогда другие совершенно переговоры. Эти переговоры уже будут не о нашей капитуляции, как Путин хочет, а о капитуляции России. И Путин будет на скамейке подсудимых. Отвечаю. Значит, Запад все понимает. Там уже аналитические центры работают вовсю, не первый год. Они все понимают по поводу России, по поводу Путина. Они все изучили, все знают. Но. Они понимают, что это блеф. Все понятно. Но. Существуют внутренние договоренности. Мы о них не знаем. И, может быть, не узнаем. Например, между директором ЦРУ Бернсом и Путиным. Между директором ЦРУ Бернсом и Нарышкиным. Там свои... Слушай, ну, я понимаю, что мы рассуждаем с точки зрения победы Украины. А люди рассуждают с точки зрения интересов своих стран, бизнесов, еще массы всего. Поэтому я не люблю лозунгов. Я люблю реалити. Реалити состоит в том, что на Западе, они мне об этом говорят постоянно, они понимают, что надо помогать Украине. Но они также знают красные линии, которые могут вызвать неконтролируемые шаги Кремля. В частности, удары по территории России – это красные линии. Они, видно, очень хотят сохранить Путина. Да. Если бы не хотели сохранить, уже давно Путин бы был как Каддафи или как Саддам Хусейн, или как Чаушеску. Вот когда Чаушеску не хотели сохранить, его и не сохранили. Когда Каддафи не хотели сохранить, его и не сохранили. Мы что, не понимаем этого? Когда Бен Ладена не хотели сохранить, его и не сохранили. Ну, значит, Путина они хотят сохранить. Значит, есть договоренности, есть отношения. Да, Украине будем помогать, не дадим Путину продвинуться дальше. Вот я верю в эту теорию. Они мне говорят об этом, европейцы и американцы. Наша задача не дать Путину продвинуться дальше. Вот то, что он уже забрал, ну так случилось. Но дальше это уже плохо. Поэтому они не дадут ему продвинуться дальше. А вот что касается возврата территорий, с их точки зрения, вот тут есть проблема. Но я называю вещи своими именами. У нас осталось не так много времени, а несколько важных, очень важных, друзья, тем мы ещё хотим успеть обсудить, Дима. Скандал. В Верховной Раде опять фигурант, главный фигурант и зачинщица скандала. Это Марьяна Безуглая, нардеп «Одслуги народа», которая заявила, у себя в Фейсбуке написала, что главком БСУ «Сырский не против прекращения огня». Она сказала, что ряд источников передали ей позицию главкома Александра Сырского, который согласен на прекращение огня с Россией, поскольку не верит в победу Украины якобы. Он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру. Он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны получить преимущество над россиянами на собственной земле. Кстати, надо заметить, что это уже второй, получается, крестовый поход Марьяны Безуглой, которая отличилась сначала тем, что нападала и разгоняла всю громкую ситуацию с критикой предыдущего главнокомандующего Украины Валерия Залужного. После этого Марьяну Безуглую сняли с должности главы парламентского подкомитета по вопросам демократического государственного контроля. И сегодня стало известно, что Марьяну Безуглую внесли на сайт «Миротворец». Что на сайте сказано? Что она проводит осознанное, цитата, публичное действие, направленное на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины, ВСУ, раскол гражданского общества в Украине, осуществляет сознательное распространение информации, содержащей государственную тайну, что помогает России в войне. Также сказано, что целью проведения комплексных информационных операций по дискредитации в УСУ безуглая умышленно создаёт образ. Это вообще тут так интересно написано. Непробивной, тупой, конченной и анутой, просят же не ругаться, дуры, но я цитирую, что абсолютно не коррелирует с полученным ею ранее достаточно серьёзным высшим образованием в различных сферах. Дима, твоё мнение, это приведёт, ну как в прошлый раз, собственно говоря, к смене главкома, или это частный случай, который забудется? Олеся, для того, чтобы обсудить эту тему, мне нужно знать несколько исходных данных. Первое. Мне нужна биография Марьяны Безуглой. Кто она? Где родилась? Кто родители? Чем занимались родители? Что она закончила? Какое отношение имеет к военной науке? Или к практике военной? Кто её привёл в список «Слуги народа»? Это тоже очень важно. Потому что вот там взяли очередного депутата «Слуги народа» НАБУ на взятки крупные, да, он там руководил финансированием на все фортификационные сооружения. И дроновым направлением. И дроновым направлением. Я сразу смотрю биографию. Я так научен, понимаешь? Смотрю биографию, смотрю, кто привёл. Привёл Дубинский в список «Слуги народа». Дубинский обвиняется в работе на Россию. Значит, я сразу себе думаю. Я ж, смотри, я ж не какой-то экстраординарный там комментатор или аналитик. Это ж просто, Ватсон. Вообще, очень просто. Я сразу думаю. Так, Дубинский обвиняется в работе на Россию. Суда ещё не было, я не могу сказать, что он работает на Россию. По всем понятиям похоже, что да, агент России. По всем его заявлениям и информационным компаниям, причём давно уже. По всему, по всему, в моём понимании, он агент России. Но пока суд не скажет это, я не имею права так говорить. Привёл Дубинский этого чувака. Чувак руководит финансированием фортификационных сооружений во время войны и дроновым направлениям. Если Дубинский работает на Россию, и это его человек, то не Россия ли руководит этим чуваком, что он там откаты берёт в этой сфере. Понимаешь? Сразу я думаю. Поэтому по Марьяне Безуглой. Мне надо понять, кто она, откуда она, родители, что закончила и так далее. Тогда я смогу говорить. Так правильно. Дальше. Чтобы понять, вот она обвиняет Сырского, надо поговорить с Сырским. Поэтому, чтобы понять, насколько это правда, насколько нет. Поэтому в данном случае тебе карты в руки. Свяжись с Марьяной Безуглой. Свяжись с Главковым Сырским. Возьми у них интервью. И разберёшься, кто прав, где кто виноват. Конечно, я тебе хочу сказать, что… Я собиралась отделаться лёгким испугом и взять интервью только у тебя. Ну, видишь, и ты отделалась. Причём не испугом, кайфанула ещё. Послушала умного человека. Шутка. Какой я умный. На лицо посмотреть. Так. Думаю, наша аудитория с тобой сейчас не согласна. Ну что, ещё успеем один вопрос обсудить по поводу ситуации одной резонансной в России, а именно обвиняемый в мошенничестве генерал Попов переведён под домашний арест. Важная эта новость или нет, Дима? Это важная новость, потому что генерал Попов, он во время мятежа Пригожина выступил фактически на его стороне и сделал резонанснейшие заявления о том, что в русской армии всё очень хреново. Прошло время, Пригожина убили, Попова посадили, но вчера выпустили под домашний арест. Обвинили его в чём? В воровстве денег? Ну, так они все там воруются, что мы не понимаем. Там коррупция страшнейшая в Министерстве обороны. Вор на воре. Сейчас мне скажут, а у вас в Министерстве обороны? И у нас тоже. И у нас тоже. Было во всяком случае, было. Сейчас не знаю. При Резникове было, говорил об этом во всеуслышании. Чё я говорил? НАБУ об этом говорила. Поэтому, что касается Попова. У него есть враг заклятый, это генерал Герасимов, начальник генштаба вооружённых сил. Естественно, России. И Попов, как и Пригожин, воевал против клана Шойгу Герасимову. Шойгу уже нет, Герасимов встался. И то, что Попова выпустили, как говорят по личному распоряжению Кириенко, говорит о том, что позиции Герасимова заметно ослабли. А выпустили во время отпуска Герасимова. Там тоже интересно. Поэтому, возможно ли, что Герасимов лишится своего кресла? Не знаю, или возможно, но копает под него точно. Потому что в Министерстве обороны России нет идеологии. Там есть только финансовые потоки. Огромные финансовые потоки вливаются в Министерство обороны России. И вся борьба генералов, она не за идеологию, как лучше атаковать украинцев, а за освоение денежно-финансовых потоков. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.